Всем привет! С вами Рафаэль. И Настя. И это новости вне эфира, где мы говорим об интересных случаях, необычных историях и курьезных фактах. Ну что, Настя, что в этот раз не вошел в эфир? Много всего интересного. Погнали! На табло финляндского вокзала в Санкт-Петербурге появилось направление в Хогвартс, пишут СМИ. Поезд обещал прибыть на пятый путь в 12.20, но этого так и не произошло. Замначальника вокзала заявил, что это было технической ошибкой. Ох уж эти маглы, а ничего, что в Гарри Поттере Хогвартс Экспресс прибывал на платформу 9,3 четверти. То есть это все, что тебя смутило? Конечно же нет. Меня смущает то, что россиянам никто не даст визу в Хогвартс, а вот все вот эти вот технические ошибки, это все дешевые отмазки. И очередное крушение всех надежд. Я не знаю, как ты, а вот я до сих пор жду свое письмо из Хогвартса. Знакомьтесь, Макс Парк. Он установил новый мировой рекорд по сборке кубика Рубика. Он собрал головоломку за 3,13 секунды. В детстве у Макса диагностировали аутизм. Чтобы мальчик развивал мелкую моторику, терапевт познакомил его с кубиком Рубика, навсегда изменив жизнь Макса. Теперь Парк выступает на мировой арене. Особенно успешен он в больших кубах и удерживает мировые рекорды по среднему времени и единичной попытке. Настя, а вот в какой дисциплине ты бы имела бы успех? Ну, неудобно хвастаться, но я чемпион по скоростному поеданию пельменей, а также по реактивному мейкапу за 2 минуты до выпуска. Браво. Да, спасибо, я старалась. В сети ресторанов Тануки пообещали пожизненные суши тому, кто сменит имя на Тануков Танук Танукович или Танукова Тануки Тануковна. Акция приурочена к Международному дню суши, который отмечается 18 июня. Она продлится до 10 июля. Раф, ну что, меняем имена ради пожизненной Калифорнии с лососем? Учитывая, что это единственная Калифорния, которая нам светит, я предлагаю всерьез обсудить этот вопрос с Тануки Тануковной. Хорошо, Тануки Танукович, обсудим позже. Мужчина, который начал бегать, чтобы похудеть, стал старейшим британцем. Пробежавшим сотню марафонов, 64-летний Мартин Уорд начал заниматься бегом около 8 лет назад. Он считает, что спорту все возрасты покорны, и ты никогда не будешь слишком стар для этого ерма. Хм, ну правильно, а что еще делать-то в столь почтенном возрасте? Дети выросли, внуки выросли, дача надоела, огород надоел, можно и побегать. Какая ты злая, Настя. А вдруг человек убегает от самого себя и никак не может убежать? Рафаэль, да ты философ. Ну, в таком случае ему надо бежать в кабинет психолога, а не на марафон. Семья обнаружила в подвале своего дома 800 тысяч медных монет номиналом в один цент. Чтобы достать клад из подвала, понадобился целый день. При этом банк отказался принять его на хранение, места не хватило. Семья попыталась отсмотреть монетки и найти среди них старые экземпляры, которые могут стоить до миллиона долларов, но сдалась уже после 300 пенни. Семья просит за коллекцию 25 тысяч долларов, хотя номинальная стоимость всех монет составляет всего 8 тысяч долларов. Ничего себе, оборзела семейка после того, когда клад нашла. Мало того, что присвоили чужие монеты, не хотят продавать их по себе стоимость, так чего хотят-то нажиться на них? Как будто бы ты не сделал того же самого. Конечно же бы сделал, только у меня в подвале, боюсь, только тараканы, а не клад. Ну, только можно загнать их ближайшему азиатскому ресторану. А ничего, что у них свой подвал есть с тараканами? А житель Армавира превратил свою машину в ваз, во что бы ты думала, в Феррари. И выставил свою тачку на Авито. Предпринимчивый хозяин срезал в вазу крышу и удалил заднюю часть салона. Он завалил передние двери, чтобы придать кузову жесткость, так что запрыгивать в авто нужно, как в кино, через верх. Приобрести эту тачку на прокачку можно за 400 тысяч рублей. Конечно, интересное сочетание. Интересно, а что думают в компании Феррари по этому поводу? Не хотят ли замутить с Вазом Калабу? Слушай, а мне интересно, вот сколько лошадей под капотом такого Феррари ваза? Надеюсь, не 70, как у Жигули. И это были все новости вне эфира сегодня. С вами были, как всегда, Настя и Рафаэль. Увидимся. Пока. Субтитры подогнал Игорь Негода.